Всем привет! Сегодня играем в игру, которая называется Турне. Турне это древний бельгийский город и в данной игре, как всегда играем на двоих, два игрока руководят районами города, пытаются сделать их более престижными, соревнуются друг с другом в этом. В игре у нас есть вот такие вот карты, во-первых, они трех цветов, как и миплы. Каждый цвет символизирует категорию. Желтый цвет это категория граждан, то есть в начале игры у каждого есть по два гражданина. Белый цвет символизирует церковные здания, а также церковных деятелей, клириков. И красный цвет символизирует военные здания или же дворя. У каждого игрока по два мипла каждого цвета в начале, и они выставляются вот на такую вот плазу, площадь. Также у каждого игрока в начале шесть монет, которые называются в этой игре Данье. И помимо этого у нас есть карты событий в такой стопке, и в начале игры выкладываются три карты событий. События практически всегда негативные, и они случаются, если их не отразить. То есть первое негативное событие, которое у нас здесь есть, забирает одну монету у игрока. Второе событие ставит вот такой вот маркер на гражданское здание или же на гражданина. То есть в этот раунд это здание невозможно использовать. И третья карта, которая выпала, выводит из раунда одного красного мипла, то есть одного дворянина. Как я уже сказал, в этой игре мы строим свой район города, и этот район будет сформирован из карт для каждого игрока размером 3х3. Игра заканчивается, когда игрок построил все девять карт в своем районе, и две из них это карты престижа, так называемые, это карты третьего уровня. Каждая карта имеет уровень, первый, второй, третий. Карты третьего уровня называются картами престижа. Итак, что можно сделать в игре? Первое действие, которое мы можем сделать, это поместить карту в свой район. Это действие опционально, его можно не делать, и в начале игры у нас нет карт. Поэтому мы переходим сразу к главному действию. Первое, мы можем взять карту, чтобы поместить ее себе в руку. Каким образом это делается? Так как у нас есть, например, два желтых мипла, мы можем либо потратить одного желтого мипла и взять карту из желтой стопки, либо же потратить двух миплов и взять карту из желтой стопки второго уровня. Все то же самое можно сделать с картами белыми и красными, и поместить их себе в руку. Это первое действие. Второй вариант действия, который мы можем сделать, это активировать одну из карт в нашем районе. Для этого также используются миплы Третье, что мы можем сделать, это противостоять карте событий Четвертое, мы можем заработать денег, потратив опять-таки своих миплов И за каждого мипла одного цвета дается два данья И пятое действие, которое мы можем сделать, это собрать наших миплов назад на плазу Каждый раз, когда мы выполняем какое-то действие, мипл берется с плазы Кладется таким образом, и мы знаем, что в этом раунде он уже был использован Итак, в игре белый игрок и синий игрок Белый игрок начинает, и он потратит одного желтого мипла С миплом кладется рядом, чтобы взять желтую карту себе в руку Каким образом это делается? Мы берем две карты сверху, не показывая второму игроку Итак, у нас есть две карты Одна карта это рынок, вторая карта это ферма Чтобы построить карту рынок, необходимо заплатить один данье Тоже самая карта ферма И в конце игры они принесут нам по 0 очков Но они дадут нам некоторые другие возможности Итак, из двух карт мы выбираем одну Выбрали карту рынок Кладем ее себе в руку Вторую карту мы кладем сверху И второй игрок сможет использовать ее Итак, мы выполнили наши действия Ход переходит ко второму, к синему игроку Синий игрок делает то же самое, но он решает взять белую карту церковную Тоже первого уровня Так он берет две карты сверху Смотрит их и решает построить карту библиотека Вернее, взять ее себе в руку пока Кладет ее сверху И ход переходит к белому игроку Белый игрок делает опциональные действия И строит карту рынок Это первая карта, которая у него открывает его район Он должен заплатить за нее один данье Следующее, что он делает Он активирует карту рынок Берет желтого мипла Помещает на карту И получает пять данье И ход переходит к белому игроку Белый игрок делает то же самое Строит первую карту Платит за нее один данье И берет белого мипла Активирует эту карту Активация библиотеки дает ему возможность взять карту второго уровня Любого цвета И он решает взять гражданскую карту Это карта советник Он тоже берет ее себе в руку Итак, ход переходит к белому игроку Белый игрок Тратит двух белых миплов И берет карту второго уровня Точно так же Берем две карты И игрок решает Взять карту монастырь себе в руку И ход переходит к синему игроку Синий игрок Строит карту советник Для этого он должен заплатить Три данье И также он решает взять карту Желтую Второго уровня Для этого он тратит двух своих желтых мипов И точно так же берет на выбор Одну из двух карт Ему нравится Карта каменоломня Берет ее себе в руку И эту карту кладет Таким образом Ход переходит к белому игроку Белый игрок Строит карту монастырь Это вторая карта, которую он построил Напоминаю Наш район должен быть размером 3х3 Не совсем помещается в камеру Но 3х3 карта должно быть Итак, чтобы построить карту монастыря Он должен заплатить три монеты И своим действием Последним он Тратит двух красных мипов И берет карту Красную, военную Второго уровня Так, он решает построить вот эту карту А вторую он кладет сверху А, вернее, взять себе в руку вот эту карту Вторую берет себе сверху Данная карта даст ему возможность За 2 данье Покупать одного красного Мипла Из общего запаса Ход переходит к желтому Желтый игрок Хотел построить свою карту Но, к сожалению, он это сделать не может Потому что у него не хватает денег Поэтому он Выполняет следующее действие Он тратит одного своего красного мипла И получает 2 данье Ход переходит к белому В первом своем действии Игрок Строит красную карту Это будет третья карта В его верхнем ряду Он должен заплатить за нее 3 монеты И, как мы видим, у игрока на плазе Не осталось ни одного мипла Поэтому он использует свой второй ход На то, чтобы собрать своих миплов назад И ход переходит к синему игроку Синий игрок Строит карту каменоломня Платит за нее 3 данье И тратит своего красного мипла Последнего На то, чтобы взять Еще одну карту Из этой стопки Уберет себе эту карту в руку На карту форт Кладывает наверх И ход переходит к следующему игроку Итак, игрок решает Активировать церковную карту Он тратит одного своего мипла И эта карта дает ему возможность За 2 монеты За 2 данье Купить одного мипла любого цвета Он решает нанять белого мипла Так, ход переходит к синему игроку Синий игрок хочет построить красную карту И он строит ее вот здесь За это он платит 1 данье И у синего игрока тоже не осталось ни одного мипла Поэтому он своим действием собирает их назад на плазу И ход переходит к белому игроку Белый игрок решает активировать красную карту И он должен заплатить 2 данье Чтобы получить еще одного красного мипла Когда миплы закончатся в общем запасе Больше их в наличии не будет Поэтому на данный момент у одного из игроков на 2 мипла больше Чем у другого Итак, ход переходит к синему игроку Синий игрок решает активировать желтое здание И взять 5 монет Белый игрок решает потратить 2 желтых миплов Он берет 2 верхние карты И он берет себе в руку карту резиденция Синий игрок решает потратить 2 белых миплов И он берет себе следующую карту в руку И ход переходит к белому игроку Белый игрок тратит 2 красных миплов И получает 4 данье Синий игрок строит данную карту За это ему необходимо заплатить 3 данье И вторым действием он активирует эту красную карту Это означает, что он может взять карту 2 уровня себе в руку И он берет себе карту сборщик налогов Белый игрок строит карту резиденция Тратит на нее 3 данье И тратит 2 своих миплов Чтобы выбрать карту И он берет себе карту монастырь Так, синий игрок тратит желтого мипла Берет карту первого уровня И он берет себе карту архитектор В руке на конец раунда у игрока не должно быть более 3 карт На данный момент у него 2 Так, белый игрок Хотел бы построить эту карту Но у него нет ресурсов И не осталось больше миплов Он собирает всех миплов Назад на плазу Синий игрок сначала строит карту Архитектор Тратит на это 1 данье И тратит красного мипла На то, чтобы взять еще одну карту Первого уровня, красную И у нас выпала карта глашатой Прежде всего мы подкладываем карту глашатой Под эту стопку В этой стопке глашатой больше не будет Берем еще одну карту сверху Выбираем Допустим, пусть будет Карта форт Теперь на каждую карту Мы выкладываем по одной монете Карту событий И три события Происходят со всеми игроками Первое, что происходит Каждый из игроков лишается по 1 данье Мы могли бы противостоять этому событию Но давайте сделаем так, что Мы решили не противостоять Так, каждый игрок лишился 1 данье Далее По вот такому маркеру Кладется на любое желтое здание Или персонажа Например, сюда И сюда Это означает, что в данном раунде Пока все миплы не будут собраны Заново на плазе Этим зданием пользоваться будет нельзя И третье событие Красный мипл Считается расходованным в этом раунде Опять-таки, до того, как Всех миплов опять собрать назад Пользоваться будет нельзя И игрок продолжает свой раунд Таким образом Игра ведется, пока не будет построено 9 зданий И два из них обязательно должны быть зданиями престижа То есть зданиями третьего уровня Белый игрок, например, собрал уже 3 белых миплов И 3 красных миплов То есть За свой будущий ход он может заплатить 3 мипла И взять карту третьего уровня Построить ее Это будет его первая карта Далее Каждому событию можно противостоять Для этого указана цена То есть В данном случае можно заплатить Двух желтых миплов Здесь заплатить желтого мипла и одну монету Один данье И красного мипла и один данье Если вы будете противостоять событию То вы забираете монеты, которые на карте И также получаете эту карту в качестве защиты Ее можно потом Такая стена, защита Можно использовать Тоже для защиты от будущих событий Как только здания будут построены Или же Выпадут 3 глашатые Один из них у нас уже выпал Игра заканчивается Доигрывается последний раунд Ведется подсчет очков И таким образом играется игра Турне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok